Это уже второе слушание по делу Сергея Папазяна. 32-летнего ранее судимого сочинца обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. По версии следствия, в январе этого года Папазян угрожал убийством некоему Хачикяну. В качестве оружия использовал нож и причинил мужчине телесные повреждения. А 8 февраля этого же года Сергей Папазян совершил преступление, которое буквально взбудоражило сочинскую общественность. Вот эти кадры с камер видеонаблюдения в интернете посмотрели тысячи человек. Находясь за рулем иномарки, Папазян не справился с управлением, въехал сначала в один из автомобилей, после вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Увидел белый автомобиль, который на высокой скорости летел в мою сторону через мгновение удар в переднюю левую часть моего автомобиля. Более того, утверждает обвинение, машину, на которой Папазян совершил наезд, сочинец угнал. А еще сел за руль уже лишенным прав и в состоянии алкогольного опьянения. В суд пригласили и родственников пешеходов, попавших под колеса на тротуаре. Один из мужчин скончался в больнице спустя неделю после ДТП. Второй погиб на месте. У него осталось двое несовершеннолетних детей. Вечером, примерно часов в день, позвонил следователь и сообщил, что случилось ДТП. Ваш брат в больнице. Родной брат? Да. Родственники погибших настаивают не только на реальном сроке наказания Папазяна, но и на выплате денежных компенсаций. Того же ждет и хозяйка угнанной машины. Автомобиль после ДТП не подлежит восстановлению. Ему инкриминируется ряд составов преступлений. Наиболее тяжким из них является по санкции, предусмотренному уголовным кодексом, часть 6 ст. 264, по которой ему грозит до 9 лет лишения свободы. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц в состоянии опьянения. Что касается признания вины обвиняемым, он ее признает частично. Утверждает, машину не угонял. Во всем остальном, что касается ДТП, своей вины не отрицает. Следующее заседание суда по делу Папазяна назначено на 1 июня.